Друзья, сейчас я расскажу вам секрет очень быстрого роста. Вот почему некоторые люди растут просто геометрически, делают квантовые скачки, а кто-то не может сдвинуться с места, пробить свой финансовый потолок просто годами и остается там же, где он остается. Вот в чем разница этой всей истории? Я прямо сейчас очень четко и жестко это поняла на примере моего переезда из Лос-Анджелса в Нью-Йорк. Я продюсер, я подъездер очень больших блогеров-миллионников, мы делаем очень большие запуски на десятки миллионов рублей. И я рассказываю то, как людям продавать свои услуги, продукты, свое образование через социальные сети. И что я заметила? Почему люди в любой сфере абсолютно делают большие скачки очень быстро и кто-то стоит на месте? Все дело в том, что вас окружает. Это может произвучить понятно и банально, но давайте разберем реально на понятном классном примере. Я жила в Лос-Анджелесе полтора года. У меня был классный, очень крутой билдинг. И там был каворкинг, один каворкинг. Я не люблю работать дома, я всегда спускаюсь в каворкинг, просто потому что дома я отдыхаю, а в каворкинге я работаю. То есть мне так нравится, я чаще всего работаю не из дома. И каждый раз, когда в Лос-Анджелесе я приходила в каворкинг, там было ровно ноль людей. Ноль людей в каворкинге. Я думала, блин, как классно, так круто, что я одна всегда. Это очень здорово, очень прикольно. Мне нравилось то, что я проводила время одна. Мне нравилось, что меня никто не отвлекает и так далее. И буквально месяц назад я переехала в Нью-Йорк. И да, почти ровно месяц назад. И я заехала в билдинг на долгое время, вот только что, буквально там два дня назад. Два дня назад, три ночи, три ночи назад. И сегодня, а то бишь сейчас, я впервые спустилась в каворкинг, чтобы поработать. Потому что у меня был созвон, и я так и думаю, ну, что я спускаюсь в каворкинг. Я спускаюсь в каворкинг, их два тут. И я понимаю, что они все битком забиты. Один каворкинг, там сидят куча людей, разная национальность. У них разложены компьютер, какие-то тут листочки, все, что можно. И ты такой думаешь, вау, окей, идешь второй каворкинг, там точно так же люди разговаривают, общаются. Я думаю, вау, офигеть, насколько же люди здесь, в этом билдинг, в Нью-Йорке. Это Нью-Йорк, люди реально работают. Люди работают, они в Лос-Анбисе. Ладно, сегодня, кажется, отдыхают. В Нью-Йорке люди работают. Я такая думаю, первое, это вау, потому что это моя энергия. Ну, конкретно, я люблю работать, я люблю тем, чем я занимаюсь. Мне нравится окружать себя такими людьми. Я просто завела себя на мысли, что здесь хочется работать, потому что здесь все работают. Ну, то есть ты приходишь к каворкинг, и люди реально этим занимаются. И когда ты просыпаешься, ты понимаешь, что прикольно, что есть люди, которые на несколько этажей ниже тебя, на 20 этажей ниже тебя, они уже сидят там и работают. Ты можешь прийти, присоединиться и получить этот вайп, энергию. И к чему я это говорю? К тому, что рост у человека происходит тогда, когда он видит постоянные примеры подобных людей у себя в жизни. Вот так вот. Подобные примеры людей у себя в жизни. Когда мы видим примеры того, что, допустим, какая-нибудь подружка, у вас появляется новая подружка, она, наверное, супер худенькая, красивенькая, вы такие, может, мне на диету еще сидите на диету, делаете себе идеальное дело. У вас появляется, допустим, новое окружение, вы имеете на какой-то тренинг, вы начинаете развиваться, допустим, больше копаться там в финансах, в личностном росте и так далее. То есть вы начинаете больше разбираться в этом. И все есть то, что нас окружает. И если вы хотите добиться какого-то нового уровня, если вы хотите, допустим, начать больше работать, или, наоборот, начать больше отдыхать, или получить офигенное идеальное тело, или, допустим, просто даже тупо хотите начать снимать релзы, и даже если у вас нет сейчас какого-то окружения, которое это делает, первое, нужно это найти на тренинге, на спорте, даже в Инстаграме тупо с людьми, которыми вы общаетесь. То есть это уже классно, нормально, здорово. То есть можно это найти таким вот образом. Какой есть еще вариант сделать это, если, допустим, сейчас, ну, людей вообще нету? Да просто хотите релзы снять, подготовьте свою квартиру или комнату, или где вы живете, студию, дом, неважно. Просто с вечера поставьте, допустим, штатив или стол, накройте таким образом, когда вы проснетесь, чтобы вам не нужно было ничего расставлять, а у вас уже все расставлено, и вы просто садитесь и делаете это. Или, допустим, если вы хотите больше начать работать, подготовьте с вечера свое рабочее место, поставьте туда, допустим, книгу или учебник, или компьютер, откройте, допустим, Excel, сделайте что-то, что поможет вам создать эту атмосферу для того, чтобы работать. Потому что дисциплина, любые достижения, постоянные какие-то действия, это все то, что мы создаем вокруг себя. Потому что можно себя пересиливать каждый раз, идти в зал, думать, господи, боже, я сейчас буду ходить, а можно купить себе красивую спортивную форму на Валдберс, на Амазоне, неважно где, и кайфовать от того, что вы купили красивую спортивную форму, надо ее выгулить. Или, если вы хотите начать много бегать, можно приехать поближе к Централ Парку, как это сделала я, у меня до Централ Парка 7 минут пешком. Вот я думала, кто эти люди, кто бегает утром в Централ Парке? Оказывается, это я, вау, прикольно. То есть, условно, вы можете создавать environment вокруг себя, и даже, если у вас прямо сейчас нет людей, их можно найти, даже тупо писать им в Инстаграме, просто сказать, блин, ты такой классный, давайте с тобой кофе выпьем. То есть, я такое очень много делаю, даже каждый день в год. Три-полторы тысячи подписчиков, я просто писала людям, как находилась в себе классных друзей. Либо, что можно еще делать? Можно просто создавать вокруг себя такую атмосферу, с помощью которой вы сможете делать те действия, которые вы хотите. Хотите больше работать, сделать так, хотите больше отдыхать, купите себе бомбочки для ванны, хотите больше снимать ревозов, подготовьтесь до встречи вместо съемки ревозов. Вот и все. Сделайте просто что-то заранее, чтобы подготовить себе атмосферу для того, чтобы ваша дисциплина была удобной, интересной и кайфовой. Вот и все. Надеюсь, вам это было полезно. Спасибо большое, что послушали меня эти 6 минут. Я была очень рада поделиться с вами инсайтом. Только поняла это, вот каворкинг, вот буквально ситуация 30 минут давности. Сразу же вам записала. Приходит идея, сразу реализовываю, сразу выкладываю. Так что спасибо большое. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк, напишите комментарий. Выложите к себе в сторис, я буду очень благодарна. Мне это очень приятно. Хочу с вами больше делиться такими мыслями. На прошлом мое видео у меня очень много людей написало в интернете, что вам это понравилось, вам нравится такой формат. Так что я буду снимать его больше. Если нравится, пишите, пишите вообще, какие темы вам интересны. Буду очень рада вам помогать. Спасибо большое. Всем денег, любви, счастья и очень больших просмотров и аудитории.